Павел Николаевич, на заседании парламентских слушаний Вы выступали, говорили о том, как в школе в нашей Вы покажете, если приедут счастливых детей, и как учителей нужно все-таки освободить от всякого рода участия в избирательных компаниях, в избирательных комиссиях. Почему Вы к такому выводу пришли, и какие еще важные моменты на этом заседании, на этих парламентских слушаниях были озвучены? Если говорить о том, как прошли парламентские слушания, то это опять с одной стороны интересно, с другой стороны сожаление. Почему? Потому что приехали два замминистра, замминистра образования и замминистра здравоохранения, которые в привычной манере стали рассказывать, как все хорошо. А потом вышел Олег Николаевич Смолин, уже признанный авторитет в образовании, зампредседателя комитета по образованию Государственной Думы, и стал рассказывать, на самом деле, что происходит, и действительно факт. Если говорить о том, что мы проигрываем с точки зрения образовательного процесса и образования вообще другим странам, то это факт уже очевиден. Никто не может, скажем так, оспаривать то, что когда-то в три лучших страны по образованию входил Советский Союз и местами занимал лидирующие позиции. А сейчас мы, к сожалению, между 40-м и 50-м местом болтаемся с точки образования, выхода, скажем так, и возможности наших выпускников в школу. Причем там говорилось о том, что именно начальное образование у нас еще входит в пятерку лучше, и это факт. А вот все остальное уже, конечно, я имею в виду и образование среднее, и среднеспециальное образование, и высшее образование у нас, конечно, претерпело совершенно негативные изменения, и это факт. Ну и была попытка объяснить, какие причины, почему все это происходит. Там, прежде всего, это бюрократизация, потому что теперь отчетов гораздо больше, чем работы с детьми, и все погрязли в этих постоянных проверках, отчетах, контроле каком-то. Одновременно с этим, конечно, отсутствие финансирования привело к тому, что на протяжении долгих лет, вместо того, чтобы лучшие выпускники вузов шли в педагогические вузы, получали там образование, и после этого, в соответствии с методиками нормальными, учили детей, все это ушло в лето. Это вот эта услуга, которую как будто бы оказывали, а это никакая не услуга, конечно, это обязанность государства, я об этом говорил, многие об этом говорили, привело к тому, что, к сожалению, теперь образование школьников, это целиком, полностью их проблема. А учителя, там, кстати, один пример приводился просто удивительно, я попросил потом прислать мне вот эти данные. Представляете, средняя зарплата учителя в Мексике, если переводить в рубли, 300 тысяч, а у нас средняя зарплата 30 тысяч. И поэтому у нас в школу идут худшие выпускники, которые потом попадают, вот как это случилось с госпожей, которая сейчас руководит нашим совхозной, старой школой. Ну да, ее послужной список в том, что она поступила в какой-то местный вуз, получила там какое-то невнятное образование, потом работала там заочно, потом, ну, в общем, у нас все по блату получается. И таких людей, которые попали случайно в образование, не лучшие, а вот именно те, которым некуда было податься, ну, их вот, скажем, отправили, таких очень много. И это снижает уровень образования. Второе, это то, что, к сожалению, сокращение школы не привело к улучшению образования. Потому что, ну, чем дальше ты находишься от школы, тем сложнее тебе. Ты тратишь время и силы на что? На то, чтобы доехать, приехать. И не на учебный процесс. Конечно, ни в коем случае нельзя было сокращать школу, а там были такие удивительные данные. В полтора раза школ стало меньше. Ну, они же оптимизацией там. Вот это вот так называемая оптимизация привела к ухудшению образования. Это понятно уже всем без исключения. Отсутствие финансирования, возможности. Потом я там тоже об этом говорил, что, а вы понимаете, что дети не равны. Все в России дети должны быть равны между собой. Значит, у их учителей должна быть одинаковая зарплата и одинаковые школы. Но почему-то в Москве школа, ну, скажем, оснащена, обслуживается. Даже питание совершенно другое, чем в школах, которые находятся даже в Московской области. А если уж говорить о какой-нибудь Пензенской, Рязанской, еще какой-то области, то это вообще ужас по сравнению с Москвой. А дети все одинаковые, поэтому они должны получать одинаковые финансирования. Я абсолютно убежден в том, что государство, кстати, во Франции такое есть, учителя там госслужащие, не бюджетники, а госслужащие, со всеми привилегиями, со своими пенсиями. Об этом, кстати, Смолин говорил очень интересно. Он говорил, понимаете, что повышение пенсионного возраста отобрало людей по миллиону, допустим, пять лет позже они выходят. А у учителей в два раза больше, потому что у них досрочная пенсия, но выйти они на нее не могут. То есть им не доплачивают, пока не дойдут до 60 или 65 лет. Это ненормально. И учитель-то на самом деле сейчас самый угнетенный. Потому что кого гонят фальсифицировать выборы? Учителей. Они не могут найти себе работу. Даже врач тот может уйти в частную клинику, а попробует учитель. Если ему по политическим мотивам вдруг белый билет дадут, выгонят, то он не сможет найти себе работу. И поэтому они вынуждены, их просто угнетают и заставляют делать то, что они, может быть, и не хотели. И это началось, я помню, где-то с 2005-х. В общем, когда учителей стали массово привлекать к избирательным кампаниям и заставлять фальсифицировать. Но власть это устраивает. Неужели вы думаете, что они добровольно освободят их из этого рабства? Что такое власть это устраивает? Надо понимать действия, какие к этому приведут. Вот давайте так, учитель, который украл выборы, ну или там голоса у кого-то, на случай приходит и начинает объяснять детям, что не надо воровать. А дети на него смотрят, а все же все знают, особенно в деревне, в мелких городах. Все все знают, кто, как, чего делать. И поэтому какое доверие к этому человеку? Учителя всегда были моральным авторитетом. Везде без исключения, особенно в сельской местности. Это были там элита, интеллигенция. Это именно та элита, которая должна быть в стране. А сейчас элиты являются совсем другие. А учителя оказались в таком положении заложников. Их нельзя в этом винить. Это же понятно, что нищий учитель хоть как-то должен заработать. Ему говорят, ну пойдешь в избирательную комиссию, значит ты заработаешь. Мы тебе обеспечим дополнительный доход. Не пойдешь, не заработаешь. И поэтому он вынужден... Выход вы в чем видите? Изменение статуса учителя, увеличение финансирования. То есть все выходы написаны в рекомендациях, которые были предложены Олегом Николаевичем, Смолиным Геннадьевичем. И там все есть. Надо увеличить финансирование, надо сделать их богатыми. Тогда они перестанут соглашаться на то, чтобы их... Ну их надо защитить. Потому что я там не до конца сказал. Но в принципе, понимаете, как получилось. Мы видим по нашему району. Директор школы не главное, какой он организатор и какой он воспитатель, учитель. Главное, чтобы он был очень послушным. И поэтому на место директоров школ надо, по мнению главы района, не лучших учителей, а тех, которые пойдут на определенные действия. Которые должны быть послушны. Потому что через директора школы можно влиять на родительское сообщество, на детей, на учителей. И это такой гарант, что глава не получит оппозицию. И, кстати, очень пример нехороший был в Белоруссии, когда учителей просто через колено ломали, чтобы заставить их переписать протоколы. Некоторые сказали нет. И по ним пошли санкции. Но большинство-то сказало да. К сожалению, это так. Так кто должен защитить их? И как? Всех должно защитить закон и государство. Которое сейчас их заставляет. Мы все время проводим знак равенства между государством и чиновником. Это не одно и то же. Государство мы любим, а чиновники не всегда делают то, что нужно для государства. Они делают то, что нужно для высших чиновников, например. Но это не в интересах государства. Поэтому если говорить, что нужно сделать в интересах государства, сделать богатыми учителей, сделать равные возможности для всех детей. То есть финансирование должно идти из бюджета федерации, например. А у нас там, мы же знаем, сколько денег в фонде национального благосостояния. Ну что, потратьте это на школы и на учителей. И не нужно никаких тогда проектов будет, каких-то сумасшедших. Ну понятно, что когда ты даешь деньги конкретно учителю, то их сложнее украсть. Поэтому оптимизация и привела к тому, что учителей стало меньше, школ стало меньше, соответственно, и образование, к сожалению, стало меньше. Я там говорил, что тот, кто открывает школу, тот закрывает тюрьмы. Но если у государства другая задача, то он начинает закрывать школу и, соответственно, все больше и больше тюрем вынужден открывать. По какому пути Россия идет, мы уже понимаем.